Спасибо. Добрый день. Я расскажу о гладких компасификациях в некутативной геометрии. Я начну, наверное, с предварительных сведений, чтобы немножко напомнить, о чем вообще идет речь. Все будет происходить над некоторым базовым полем, пока что без предположения на него. Для квазипроективного многообразия, схема более общая, то есть мы разрешаем не л-патенты в структурном бучке. У нас имеется категория векторов расслоений на иксе конечного ранга, что то же самое, что категория локально-свободных пучков конечного ранга. И если мы добавим к ней, формально добавим к ядру морфизмов, которые не обязательно постоянного ранга, мы получаем уже абелевую категорию вектор пучков на нем. Соответственно, производная категория. Ее может стать любой абелевой категорией, но в данном случае мы работаем с галеретными пучками. Ее объекты – это ограниченные комплексы галеретных пучков, а морфизм отображается сложнее. Они получаются из наивной категории комплексов формальным обращением к квазизоморфизмам. Квазизоморфизм – это такой морфизм, который индуцирует изоморфизм в гагмологиях. А видео ты не хочешь включить? У меня просто проблема с камерой на ноутбуке, она будет тормозить. Я не смог решить проблему. Извини, пожалуйста. Производная категория всегда регулированная, есть класс выленных треугольников. Я еще не буду вдаваться более точно, что это значит. И в ней есть важная категория, которая была упомянута Орловым в предыдущем наглядь. Это совершенные комплексы на XE, которые в данном случае можно определить просто как ограниченные комплексы локальных свободных пучков. Теперь дистанционно инклюзированные категории, с которыми мы будем иметь дело. В предыдущем докладе мы узнали про DG-алгебры. Но DG-категория – это на самом деле прямолинейное обобщение. То есть она состоит из класса объектов. И для каждой пары объектов у нас имеется комплекс морфизмов из X в Y. И, соответственно, для любой тройки объектов имеется композиция. Так вот, эти композиции, отображения композиций должны быть морфизмами комплексов, что значит буквально, что они однородны, степени 0, и улучшают правила Лейбница. Ну, в супер смысле, то есть со знаком. Значит, композиции должны быть ассоциативными, и должны быть единичные морфизмы для каждого объекта. Ну, морфизм в степени 0, и автоматически они будут замкнуты. Это просто следует из правилов Лейбница. И просто заметим, что DG-категория с одним объектом – это буквально то же самое, что DG-алгебра. Да, а сама DG-категория, про нее можно думать как такую очень большую DG-алгебру без единицы, но с большим количеством ЭДП-патентов. ЭДП-патенты, которая соответствует вот этим единичным морфизмам. С DG-категорией мы всегда можем связать в энтопическую категорию, будем обозначать ее H0, а ТА. У нее те же самые объекты, а морфизма получается как просто взятие нулевой когмологии комплексов морфизма любой пары. Это просто обычная калинейная категория, морфизма в ней – это просто векторное пространство над полем К. И важный класс DG-категории – это предтриминерные категории, они были введены Бондалом и Капрановым, их можно определить так, что по-прежнему DG-категория, можно думать как большую DG-алгебру, над ними точно так же можно определить модули, то есть это просто контравариантные DG-функторы в комплексе векторов пространства. Снова для DG-категории с одним объектом мы получаем обычные дефицитальные грудерные модули, над алгебрами, и они сами образуют DG-категорию, мод А, и, соответственно, можем взять от нее H0, получить грандотопическую категорию наивную и обратить к вазе заморфизма. Таким образом определяется производная категория. И, опять же, как и для DG-алгебр, у нас имеется категория совершенных комплексов, совершенных модулей, то же самое, что полная категория компактных объектов. Имеется вложение ионеды, которое является точно так же, как для обычной категории, которая индустрирует полный строгий функтор из грандотопической категории АТА, то же самое АТА в D-АТА. И мы говорим, что категория предтренгулированная, если образ вложения ионеды является тренированной категорией в производной категории. Также есть терминология, что это называется оснащением, на самом деле. То есть А является оснащением H0 от А в этом случае. И, опять же, в этом случае мы имеем, что совершенный комплекс – это просто коробовая оболочка категории АТА. То есть коробовая оболочка просто означает, что мы формально добавляем образы инопатентов. Но в это сейчас можно не вдаваться. Важно, что есть понятие тренированной категории и есть понятие дефициально-грандированного оснащения предтренгулированной категории. И базовый пример, просто это, конечно, выглядит абстрактно, но базовый пример такой геометрический, что если у нас есть квазипроективная схема X, мы можем рассмотреть такую даже категорию ограниченных снизу комплексов инъективных квазипридных пучков, которые имеют конкретную экогмологию, ограничную конкретную экогмологию. И тогда это, на самом деле, будет оснащением производной категории квазипридных пучков. То есть для этих комплексов инъективных пучков мы можем взять на такие наивные хом-комплексы, комплексы маршизмов. Они образуют даже категорию, и после взятия H0 от нее получаем производную категорию. И, соответственно, в ней имеется меньшая подкатегория, которая была упомянута, которая состоит из совершенных комплексов. Ну, правильно говорить, что они квазизаморжные. Совершенно комплексы те, которые квазизаморжные, конечным комплексом ДФМ-шеслеин. Теперь важное понятие, которое просто необходимо даже, чтобы спулировать одну из основных теорем, это фактор треанглюйной категории. То есть у нас есть треанглюйная категория, есть подкатегория. Опять же, это было упомянуто в предыдущем докладе, когда вакторизовались все модули по ацикличным модулям. Значит, фактор всегда треангулированный. Снова имеется фактор-функтор, просто проекция, из Т в Т-фактор ПС. И категория Т-фактор ПС, она получается из Т формального обращения таких морфизмов, в которых конус лежит в С. Но это такой универсальный способ занурить те объекты из С. Можно влиять универсальным свойством. И базовый пример, опять же, геометрический, это, опять же, может выглядеть довольно абстрактно. Базовый геометрический пример такой, что пусть у нас есть квазипроективная схема, и в ней замкнутая подсхема. Ну, фактически просто замкнутая в топологии зорийского подможества. И у – это открытое дополнение, x без z. Тогда, если мы обозначим через db сносительно z от x полную подкатегорию комплексов, у которых когомология имеет носитель, содержащийся в z, то мы имеем, что после факторизации db от x по db сносительно z от x. Мы получаем производную категорию дополнения, производную категорию u. И фактор-функтор – это просто-напросто ограничение с x на u. И, опять же, другое важное понятие – это то, что понятие фактора обобщается в dg-мир. То есть в формализме dg-категорий фактор тоже можно определить. Сначала это определение появилось в работе Киллера, и потом довольно быстро Дринфельд дал такую явную конструкцию, чтобы можно было просто посчитать этот фактор уже в dg-мире. И главное свойство этого dg-фактора – это то, что он согласован с фактором Verdié трианглюльных категорий. То есть мы имеем дело с предтрианглюльной dg-категорией и в ней полной предтрианглюльной dg-подкатегорией, то если сначала взять фактор, а потом взять h0, то это то же самое, что прийти просто к метапическим категориям, то есть к h0 от a и h0 от b, и взять уже трианглюльный фактор, который построил Verdié. И снова геометрический базовый пример – это все то же самое, что упомянуто на предыдущей странице, но только в dg-версии. То есть берем дефициально градуированные категории, связанные с x, категорию с носителем на z, и категорию дополнения. Соответственно, в dg-формализме тоже имеем такое отождествление. То есть врезание соответствует факторизации. Теперь есть важные понятия гладкости и собственности, которые были упомянуты в предыдущем докладе. Категория называется собственной. Да, это такие прямолинные обобщения понятий гладкости и собственности для dg-алгебр, то есть категория собственная, если морфизмы в ней имеют конечномерные и ограниченные кагомологики. И важное такое замечание, в смысле дополнительное условие, что категория существовательных комплексов порождена одним объектом. Для dg-алгебр это автоматически. Свободный модуль ранга 1 порождает. Здесь это некоторые условия. И, соответственно, на самом деле двойственное понятие, то есть в этом категорном мире понятия гладкости и собственности, они просто двойственны друг к другу. Но я сейчас не буду детально объяснять, почему они двойственны. Двойственное понятие – это гладкость, которая означает совершенность диагонального биомодуля. Это снова прямолейное обобщение случая dg-алгебра. И, соответственно, есть общее утверждение, которое, опять же, было упомянуто про то, что для квазипроективных схем, ну и более общего, конечно, для отделимых схем конечного типа, вот это понятие гладкости и собственности, они просто отвечают обычным понятиям гладкости и собственности. То есть dg-категория… Да, важно, что здесь мы берем dg-категорию совершенных комплексов. Она гладкая или, соответственно, собственная, тогда, когда x гладкая или, соответственно, собственная. Да, теперь ситуация выглядит совершенно по-другому, если мы рассматриваем вместо совершенных комплексов конгрессу производную категорию. И здесь есть такой результат, который, который на тот момент был совершенно неожиданным, что какие бы ни были особенности у квазипроективной схемы x и какие бы ни были нильпатенты в структурном пучке, то есть какая бы сложная схема ни была, производная категория коррент-пучков всегда гладкая. Да, здесь я, конечно, имею в виду dg-версия, dg-категория, она всегда гладкая. Это связано просто с… На самом деле, что независимо от того, какие сложные особенности, всегда есть дуализирующий комплекс. Ну, для тех, кто знает, что такое дуализирующий комплекс. Да, теперь есть такой более узкий класс гладких категорий, называется гомендопические конечные. Я не буду давать формальное определение, просто оно не очень простое, но я просто скажу вот такой… Объясню, что такое прямолейный аналог этого понятия в контексте… Ну, просто в топологии для топологических пространств. Это прямолейный аналог так называемых конечноминируемых топологических пространств. То есть хорошее пространство x, то есть, ну, скажем, возможно, бесконечность – это цитовый комплекс. Ну, хорошее, то есть, это еще означает рефибирантное, для тех, кто знает, что это такое. Оно называется конечный доминируемым, если существует какой-то конечный цитовый комплекс и непрерывное отображение из x в y, из y в x, такие, что композиция из x себя, она гомотопно-тождественному отображению. То есть, еще можно сказать, что x является гомотопическим ретрактом y. Это эквивалентно тому, что тождественное отображение из x в себя гомотопно некоторым отображению, у которого образ имеет компактное замыкание. Опять же, есть такое понятие просто гомотопически компактного объекта, и вот это понятие, конечно, оно эквивалентно тому, что x является гомотопически компактным объектом в категории всех топологических пространств. И то же самое, точно так же можно представить гомотопическое конечное дж-категории. Соответственно, это понятие непосредственно связано с понятием гладкости и компактности, гладкости и собственности. А именно, есть результаты, приезжающие той или иной в АКЕ, что если алгебра гомотопически конечная, то она, если дж-категория гомотопически конечная, то она всегда гладкая, а если она гладкая и собственная, то она автоматически гомотопически конечная. И неформально вот эти конечные категории можно воспринимать как даже категории, которые гладкие и заданы конечным набором данных. Ну, то есть группы конечные представлены в крайнейшем смысле. И пример имеется такой гладкой алгебры, которая не является конечной. Это просто рациональные функции от одной переменной, от x. Ну, то есть ясно, что эта алгебра не является, конечно, порожденной, но достаточно легко показать, что и в гандопическом мире она не является гандопической конечной. Но при этом она гладкая. Это довольно легко показать. У диагонального модуля есть резервента длины 1. Да, теперь есть понятие гладкой категорной компенсификации, о которой упомянуто в названии. И вообще наличие этой гладкой компенсификации, оно непосредственно связано просто с понятием допички конечностей. А именно гладкая компенсификация какой-то предрегулированной дж-категории, это такая гладкая компактная, гладкая собственная дж-категория, предрегулированная. И вместе с функтором из C в A, так что у нас получается квазиэквалентность. С, фактор по некоторой подкатегории, должно быть квазиэквалентно A. Ну, по модулю прямых слагаемых, но это технические моменты. И вот эта подкатегория должна быть предрегулированной подкатегорией, порожденной одним объектом. Ну, порожденной в реангулированном смысле, то есть при помощи конусов и выделения прямых слагаемых. И мотивация для этой терминологии, она на самом деле довольно прямолинейная. Это просто имеется обычное понятие гладкой компенсификации, ну, скажем, в комплексной геометрии. И в данном случае в логопридической геометрии, если X гладкая, но не обязательно собственная, то есть не обязательно компактная логопридическое многообразие, и, допустим, существует какая-то компенсификация гладкая X чертой, то есть X, соответствующаясь с открытым подножством X чертой. Тогда просто производная категория вот этого X чертой, то есть DG производная категория, она является гладкой компенсификацией производной категории X. То есть то, что до этого было упомянуто, если мы берем производную категорию X чертой и факторизуем по тем комплексам, у которых гомологи имеют носители на бесконечности, на X чертой без X. Тогда вот такой фактор – это будет просто производная категория X. Ну и опять же, как мы упомянули, поскольку X чертой гладкая и собственная, то и производная категория тоже гладкая и собственная. То есть категорное понятие гладкой компенсификации – это такое совершенно естественное, такое негативное обобщение. и предложение, которое достаточно легко показать, что если гладкая категория компенсификации вообще существует, даже категория A, то она обязана быть гомотопической конечностью. Теперь основной результат гомотопической конечности производных категорий – результат следующий, что возьмем любую квазипроективную схему X над полем в кристильске 0. Тогда, опять же, какие бы ни были у нее особенности и какие бы ни были нильпатенты в структурном бучке, всегда оказывается, что можно найти гладкое проективное многообразие Y, такое, что производная категория X будет оточисляться с фактором производной категории Y по некоторой подкатегории, произведенной одним объектом. Другими словами, производная категория Y будет гладкой компенсификацией производной категории X. А при этом X уже может быть особой, то есть обычная компенсификация не годится, потому что она не может быть гладкой, если X не гладкая. И, в частности, таким образом мы просто с помощью этого утверждения доказываем, что даже производная категория X является гуманитопической конечной. И, соответственно, это в частности доказывает гипотеза Концевича о том, что производная категория когденов-пучков на отделимых схемах конечного типа является гуманитопической конечной. И такой результат, в принципе, должен иметь место и над любым совершенным полем, то есть произвольной фортилистики. Но мое доказательство, оно работает только для фортилистики 0, потому что здесь очень существенным образом используются категория разрешения особенностей, которые построены были Кузнецовым и Лунцем. И категория разрешения особенностей используют просто обычные разрешения особенностей, то есть классическую терему Хиронаки, которая имеет место в фортилистики 0. Ну, конечно, это утверждение, по крайней мере, от гуманитопической конечности ожидается и в конечной характеристике тоже. Да, ну, здесь еще, конечно, мы, кроме теремоказинцовой Лунцы, здесь используются результаты Орлова о полуэртоклянных склейках геометрических даже категорий. Ну, я сейчас не буду в это вдаваться. Да, это один результат, такой конструктивный, на тему существования компенсации у таких довольно сложных категорий. Дальше можно сформулировать более общий вопрос, который был поставлен Бертраном Тойеном, что уверены ли, что любая геометрическая конечная даже категория над полуэртоклянными склейками 0 имеет гладкую компенсификацию. И, как бы, долгое время, на самом деле, считалось, что это должно быть так. То есть, это просто, как бы, некоторый непосредственный аналог того, что мы можем как-то компенсифицировать, а потом разрешить особенности. То есть, по крайней мере, над полуэртоклянными склейками 0 ожидалось, что это должно быть всегда верно. И теорема, которую я сформулировал, дает положительный ответ для даже категории, производная категория кредит-пучков на особой, сколь угодно особой схеме. Можно сформулировать двойственный вопрос для собственных даже категорий. А именно, верно ли, что для собственной даже категории существует полное вложение? То есть, наоборот, вместо того, чтобы убрать фактор, мы берем, здесь мы берем полное, верно ли, что можно вложить в гладкую собственную категорию? Такого сорта вопросов для конечномерных алгебр как раз изучали в предыдущем докладе, когда А – это совершенный комплекс, она – конечномерная алгебра. И такое вложение, оно называется категорией разрешения в особенности, это терминология, которая принадлежит Кузенцову и Лунцу. И, соответственно, они просто построили такое категориное разрешение для совершенных комплексов для любой, ну, скажем, квазипрессивной схемы над поливом физическим нолем. То есть, вот та конструкция, которую я упоминал на предыдущей странице, она как раз была использована для того, чтобы вложить совершенные комплексы в некоторую гладкую собственную категорию. Да, теперь эти оба вопроса, которые, ну, вот, такие довольно сложные вопросы, они непосредственно оказываются связанными с некомпортивной версией вырождения специальной последовательности от когмологии Ходжи когмологии Мдарамы. То есть, я напомню, что классическая теория Ходжи для компактных келлеровых многообразий в том, что комплексные когмологии имеют разложение Ходжи. Она влечет в такое чисто обреческое утверждение, что для любого гладкого проективного многообразия над полем хрисический ноль, уже не обязательно комплексными числами, просто над любым полем хрисический ноль, специальная последовательность, которая начинается с когмологии Ходжи, то есть когмологии с коэффициентами в диффициальных формах. Да, здесь топология Зарийского, имеется в виду. Коэффициентами, которые сходятся к когмологиям Дарама, опять же алгоритическим когмологиям Дарама, что эта спектральная последовательность вырождается в первом члене. Это просто следует из классической теории Ходжи, из некоторых других результатов, из обжения размерности. Вот эти вот когмологии H2OmegaP – это просто гармонические ПКУ-формы в комплексном случае. И вот это алгоритическое утверждение, оно имеет такое категорное, дежекатегорное обобщение, которое было сформулировано вначале как гипотеза концевящим и сублеманным, и потом было доказано Калезиным. Что для любой гладкой собственной даже категории спектральная последовательность, которая начинается с гомологии Хокшельда и сходится к циклическим гомологиям, то она врождается. Гомология Хокшельда отрисляется с гомологиями Ходжи, с потерей брыжевки, но брыжевка не так важна, если мы говорим про зануление дифференциалов. Извините, а там не было каких-то еще условий в доказательстве? Ну, сначала были, а потом Калезиным от них избавился. А, понятно. Да. Концевич сформулировал два обобщения, ну, примерно тогда же, когда он сформулировал обобщение для гладких, ну, то есть, наоборот, для собственных, но не гладких, и для собственных, и для гладких, но не собственных даже категории. То есть, мы просто отбрасываем одно из условий. И в первом случае, когда мы требуем только собственность, но не требуем гладкость, это утверждение о том, что образ граничного отпражнения из циклической гомологии в гомологии Хокшельда содержится в ядре естественного спаривания на гомологии Хокшельда. И, на самом деле, в случае, когда категория А и гладкая, и собственная, сформулировка, она просто эквивалентна в рождении, потому что когда А гладкая и собственная, тогда вот это спаривание просто не вырезано. Поэтому сказать, что что-то лежит в ядре, это то же самое, что сказать, что граничное отпражнение нулевое, ну, а это то же самое, что вырождение страницы последствий. И вторая гипотеза, которая, наоборот, для гладких категорий, которая не собственная, она просто двойственна. Ну, я не буду точно формулировать, но я просто скажу, что она двойственна к первой. И важно понимать, почему эти гипотезы выглядели очень предподобными, потому что они просто верны для всех, даже категории, которые происходят из компутативной аллогической геометрии. И здесь дело в том, что если мы, скажем, собственную категорию, если у собственной категории есть категория разрешения, то есть если ее можно вложить в гладкую собственную, то для нее первая гипотеза верна. И то же самое, если гладкую категорию можно представить как фактор гладкой собственной, то вторая гипотеза верна. Поэтому, поскольку упомянутые результаты, они как раз строят такие категории разрешения и, наоборот, гладкие комплисификации для категории, происходящих в компутативной геометрии, то для них эти гипотезы верны. То есть они просто следуют даже просто... Здесь даже не из теремоколизма, а просто из классической теории Ходжа. И обе гипотезы, на самом деле, также верны для категории, которая происходит из симплистической геометрии. То есть для разных версий категории Фукаи. И это такой недавний результат молодого человека Семена Ресчиков. Он аспирант в Колумбийском университете в Нью-Йорке, ученик Мухаммеда Абузаида. Но оказывается, что обе гипотезы просто не верны в общем и комплисативном контексте. То есть если мы берем категорию более общую, либо гладкую, либо собственную, которая не обязательно происходит из геометрии, из обычной, из коммутативной геометрии, то для них уже гипотезы оказываются неверны. И, например, к первой гипотезе он довольно явный. Это некоторая десятимерная обесконечность алгебра, в которой можно найти два элемента в степени 0 и 1. Так что если мы возьмем операцию М3, возьмем ее супер след по второму аргументу, где оставшиеся два аргумента, первый и третий, это кроссы x и y, то этот супер след будет ненулевой. То есть то, что он ненулевой, это означает, что образ того граничного отображения не лежит в виде респорек. Это получается такая довольно явная конструкция. И во втором случае, тоже конструкция довольно явная, просто это не так просто формулируется. То есть можно построить некоторую гантапически конечную даже категорию, для которой двойственная гипотеза неверна. Тоже линейная алгебрического характера. Оказывается, что в обоих случаях у нас получается линейное алгебрическое препятствие к существованию либо категорного разрешения в первом случае, либо гладкой квантификации. То есть некоторое, что-то не зануляется, некоторое отображение, некоторый супер след. Это просто влечет, что гладкой квантификации нет. Или, соответственно, категории нарушения просто не существует. То есть негативный мир, оказывается, устроен в этом плане сложнее, чем коммутативный. В частности, получаем отрицательный ответ на вопрос дуально о существовании квантификации гладкой. И это можно интерпретировать как то, что в негативном мире, в производной негативной геометрии у нас просто нет разрешения особенностей. Даже над полем 6.0. Ну, даже над комплексным числом. Вот, наверное, на этом закончу. Спасибо. Спасибо огромное. Давайте поблагодарим. Вопросы или комментарии есть какие-нибудь? Нужно. Да. Пожалуйста, Григорьевич. Спасибо за интересный доклад. Два последних доклада тесно связаны. Поэтому в продолжение вопроса Дмитрия Олеговича хотел бы спросить такую вещь. Значит, любая ангибра допускает геометрическую интерпрезентацию на проективное многообразие. Вопрос такой. А существуют ли другие многообразия с таким свойством? Нет, здесь, во-первых… Это кому вопрос? К Дмитрию Олеговичу или к Александру Ивановичу? Нет, здесь все-таки важно… Здесь важно все-таки прояснить, потому что то, что у Дмитрия Олеговича было, это все-таки конечномерная алгебра. Ну, первый вопрос, который формулировался, он был про конечномерные алгебры, которые живут в степени ноль, а то, что потом рассматривалось, это конечномерная ДЖ-алгебра, у которых не только гомология конечномерная, а сами ДЖ-алгебры конечномерные. Это, на самом деле, такой очень специальный класс. То есть для таких алгебр, на самом деле, скажем, гипотеза первая, она верна. То есть для них, в частности, поэтому разумный вопрос о геометрической реализации. Ну, то есть можно ли их реализовать в коммутативной геометрии, ну и, собственно говоря, нам был дан положительный ответ. Вот для общих алгебр, ну вот даже вот я упомянул, я просто не построил, но вот упомянул десятимерную некоторую бесконечную алгебру. Вот такое незамоление суперстада означает, что ее, в принципе, нельзя реализовать в коммутативной геометрии. То есть просто классическая реход же, она дает препятствия тому, чтобы вот так вот алгебра, в принципе, могла быть реализована. То есть я вот скорее про это говорил, что это такой немножко отрицательный результат про то, что их, наоборот, нельзя вложить, что их нельзя реализовать. Вы имеете в виду проективные схемы, которыми официальная алгебра есть. Меня интересует вопрос о проективности, насколько это существенная. Ну просто если у вас многообразие проективно, то эндоморфизм это, скорее всего, будет бесконечномерная алгебра. Поэтому, наверное, не очень правильно ставить вопрос о реализации бесконечномерных алгебр, как эндоморфизм, но непроективная многообразие. Да-да, конечномерная алгебра, ну, давайте более общего скажу, конечномерная ДЖ-алгебра, извиняюсь, ДЖ-алгебра с конечномерными эко-гомологиями. И действительно, ну, разумный вопрос, он все-таки про реализацию в компактном мире, то есть когда многообразие компактна сама, ну, схема компактна, то есть собственная. Ну, собственность, это такое, ну, небольшое обобщение проективности. Если у вас на компакте некомпактна, то, как правило, ну, вот если совершенный комплекс имеет некомпактный носитель, то с большой вероятностью эндоморфизм будут бесконечномерные, скобмологии будут бесконечномерные, поэтому проективность там очень существенная. Ну, собственно, как же было даже сказано в втором докладе, Саши, что собственность PERF, она, категория PERF, она вносит на собственности схемы, правильно? Да, да, да. Вот, и поэтому, а в докладе материалович там реализовывалось, если я правильно говорю, в категории PERF, поэтому, наверное, не странно реализовывать категорию PERF, когда берется PERF от некомпактного, несобственного многообразия. Если вы хотите реализовать, конечно, мерную категорию. Спасибо. Компактную категорию. Саша, у меня такой еще вопрос. А, Алексей Ильич, пожалуйста. Да нет, я просто хотел спросить, вот первая гипотеза тут опровергнута десятимерной бесконечностью алгебры, она в чем заключалась? Ну, она формулировалась, сейчас я просто вернусь немножко назад, ну вот, может формулировать, что образ граничного отображения из цептической гомологии в гомологии Хоукшилда. Ну, на самом деле, можно чуть проще сформулировать вот такое первое приближение, такое более слабое утверждение, что можно просто взять образ дефисиала кона из гомологии Хоукшилда в себя и спросить, лежит ли он в еде спаривания. Вот, просто вот суперститет, который я упомянул вот здесь, это просто явное вычисление. Ну вот, если, скажем, Х… Ну что, в этом контрпримере он не лежит в еде спаривания? Не лежит, да, я просто говорю, что если Х считать, если Х воспринимать как класс циклических гомологиях, а Y как класс гомологии Хоукшилда, то это просто спаривание ограниченного отображения от X с Y, это просто вот явное вычисление этого спаривания, вот, которое вот я построил пример, когда оно не нулевое. И это отсутствие неконтактивного различия? Ну, это влечет. То, что влечет не существует, да, категорное решение особенностей. Саша, я правильно помню, что вот если говорить только про гомонатопическую коричневопорожденность ДБКОХа, то, мне кажется, ты это еще лет 10 назад доказал, да? Без, видимо, компатификации неконтактивной. Ну, 8. 8, окей. Но тогда были другие методы, да? Тогда были без вот этой заболевшей вещи, без неконтактивной компатификации. Нет, ну тогда я просто гораздо меньше понимал про это, но нет теоремы, вот первая теорема она была тогда, да. А, уже тогда, уже тогда фактически были корни компатификации, да? Да, да. Зарвано. Ну, если больше нет вопросов, комментариев, давайте тогда поблагодарим. Градуировка у вас Z2 имеется в виду супер? Нет, здесь Z-градуировка рассматривается супер, имеется в виду, что просто четность. Ну, когда мы говорим про знаки, нам важно только четность градуировки. Да, да, я, может быть, я не упомянул, что если действительно говорить про Z2-градуированные категории, то здесь, в принципе, здесь тоже есть аналогичный результат. Вот это теоремя, он имеет место для категории клиентов массовичной факторизации, которые, соответственно, Z2-градуированы. И там тоже можно показать, можно доказать грандопишечную конечность такими же методами. Спасибо. Спасибо, давайте поблагодарим Сашу. Саш, спасибо.